Всем привет, мои хорошие! Всем-всем доброе утро! Всех вас целую! Люблю до луны и обратно! С этим сыном едем в Адыге Хабель. Это у нас райцентр. Я же так до сих пор и не оформила все вот эти вот выплаты. Документы только собрала. Вот сейчас идем оформлять все эти выплаты. Сыну надо получить карточку, Сбербанк открыть. Уже паспорт получил, ему нужна карта. Вот, что еще? Ну вот мне писали, там что-то на госуслугах, это все не зарегистрировала. Ну в общем, я старомодная такая, мне надо вот все лично в руки сдать. Также я вот отношусь и, допустим, что-то с интернета заказывать, да? Я люблю все пощупать, потрогать там. Если я, допустим, заказываю какую-то косметику по каталогам, половина просто идет в мусорку, потому что мне не нравится она. То есть мне надо, если я покупаю помаду, да? Мне надо ее посмотреть, на руку мазнуть, посмотреть, как она будет смотреться. В общем, я все вот привыкла лично в руки. Лично подержать в руках и лично в руки сдать. В общем, из такой вот я серии. Ну, походу, сын тоже хочет сейчас узнать. У нас там сады есть. Хочет пойти поработать. Ну, мы его отговариваем, но он нас не слышит. Ну, в общем, если хочет, пусть попробует. Сейчас хочет тоже узнать. Возьмут его на работу, не возьмут. Возьмут, пусть идет, что попробует. Попробует, понравится, пусть работает. Нет, так нет. Я не знаю, как он будет добираться. Потому что я его еле-еле бужу там в 10-11 часов, да? А это надо вставать рано, ехать. Ну, в общем, пусть пробует. Пусть пробует, как оно есть. Что такое работа. В общем, вот такие дела. Потом по поводу свадьбы там. Кто-то много что-то ерунды всякой понаписал. Некоторых я удаляла. Такие были комментарии вообще тупые. Что такое, что такая грустная невеста. А какая должна быть невеста. Здесь такие обычаи, да. Невеста скромная, глаза опущены. Этот. Это уже здесь спокон веков такое. По-другому здесь и не приемлется. Что, невеста же не должна там. Прыгать, сигать, там танцевать и все прочее. Невеста очень скромная. Ну, свадьбу, видите, вот так сняла. У меня же телефон очень плохой. У меня старый этот Хонор. Вот в скором времени планирую себе взять нормальный телефон. А так получается я то с сына телефона сниму. То с дочкиного. И вот так вот кусочками-кусочками. Потом по-моему, молодежи писали. Чего, мол, молодежи нету. Я снимала, когда молодежь уехала в ЗАГС. Вот. А молодежь уже села поздно вечером. По-моему, часиков в одиннадцать. И я уже, у меня уже не было сил. И мы уже уехали домой. Вот какие-то фрагменты я успела снять. И все. А так молодежь до ночи гуляла. Ну, в общем, хорошая была веселая свадьба. Этот. Жениха. Ну, вот сдалека сняла. Там жених тоже появился. Только вот когда уже молодежь села. Ну, так же они ездили в ЗАГС. В общем, как-то так. Вот что смогла, то и сняла. Все кусочками. И поэтому я смонтировала все в одно видео. Вот так вот выложила. Оператор с меня, конечно, еще никакой. Никакой в плане каком. Потому что, ну, вот нету сейчас у меня нормального телефона. Вот я сейчас, даже сейчас снимаю сына телефона. Он ему тоже постоянно нужен. Я тоже постоянно беру его. В общем, это все не то. Уже свой телефон будет. Будет, наверное, поинтереснее. Смогу все снимать. Есть какие-то моменты. Вот хочется прямо сейчас снять. А, допустим, сына нет. Телефон у него. Вот в таком плане. Не знаю. Что-нибудь посоветуйте мне. Телефон какой-нибудь. В пределах 15 тысяч. Ну, чтоб на нем была хорошая камера. Вот какой-то, может быть, телефон. Все, вот подходим. Здесь так мы на трассе стоим. Маршрутка едет. Забирает нас. Ладно, мои хорошие. Давайте встретимся еще. Вот, видите, центральная улица нашего аула. Вот ждем маршрутку. С той стороны маршрутка должна ехать. Не знаю. После карантина. Вот это первый раз я вышла на маршрутку. Будет она, не будет. В 7.40. Время сейчас сколько? 7.30 мы вышли. В 7.40 должна подъехать маршрутка. Маршрутки у нас ходят. В 7.40. Потом в 9 с чем-то. В 12 с чем-то. В общем. Ну, уехать, приехать. Вообще проблем нет. Ну, вообще не знаю. Сейчас ходят, не ходят. Вот стоим, ждем. Посмотрим. Тишина. Никого нет. Тишина. Так, ну все, мои хорошие. Сдала все документы. В общем, все, управились. Идем на маршрутку. Хотя уже наша маршрутка ушла. Не знаю, как-нибудь доедем. Все. В общем. От 3 до 7 лет я сдала. Потом на вот эти вот по 10 тысяч сдала документы. Сыну открыли карточку. Ну, сама карточка будет готова через 2 недели. Потом, что мы еще сегодня сделали. А, он ездил на сады. В общем, ему сказали перезвонить вечером. По-моему, молодежь берут с начала августа месяца. Ну, в общем, посмотрим. Возьмут, пусть идет. Вот, раз так хочет, сильно работай. Все, сейчас, не знаю, зайду, что-нибудь купим. В принципе, у меня все есть. Наверное, возьму курей. И все. Парочку курей возьму. Ну, может, помидор. И все, стартуем домой. Все дела завершены. Тоже, блин, по-моему, рыжили меня с этими документами. В общем, в МФЦ надо по записи. Я пошла в Собес. У меня приняли документы. В кабинет не запустили. Заставили заявление писать на окне. Заполнять. В общем, все, как в госуслугах. Снилсы, ННН и все вот эти вот номера ввести. В общем, еле-еле это все свела. Потом надо было все это дело отксерить. Ксерокс не работает. Пришлось идти сюда в центр. Потом это, кто делает ксерокс, тоже там что-то запорола. Какую-то ксерокопию. Пришлось обратно вернуться. В общем, погоняли меня изрядно. Ладно, мои хорошие, давайте. Так, девчули, пришла за молоком. За молоком. Вот у нас корова Маечка. Это мои соседки Анеты. Видите, сейчас она помоет молоко, аж капает с нее. Сейчас помоет, начнет давить. И прям парное молоко возьму. На ужин сварю своим кашу молочную. Или на завтра. Посмотрим. Сколько она они-то дает молока? Летро. 10 литров. Утром, 10 вечером. Наша кормилица. Так что, вот кто с Черкеска, могу вам посоветовать топленое масло. Она продает, моя соседка. Корова чистая, дует она чисто все. Масло топленое банка стоит сколько они-то? 1700? 1700, трехлитровая банка молока она продает. Сыр продает, 350 рублей трехлитровая банка. Так что, заказывайте, покупайте. Масло топленое, вообще, сказка просто. Просто сказка. Вкусная, ни запаха, абсолютно ничего нет. А я так за свою жизнь корову ни разу и не доила. Вон, видите, где-где-где-где-где готова. У коров молоко жирное. Сейчас они на выпасе пасутся. Да, Маечка, наша кормилица. Наша красавица. Чистенькая, видите, аж блестит вся. Они ее моют, чистят. Ухаживают хорошо за коровой. Она и не худая у них. Видите, какая жирненькая, толстенькая. Майя! Майка! Все. Кормилица наша дала нам целое ведро молока. Сейчас она, моя дорогая, его процедит. И мне продаст, да? Да. Девочки, хотела бы по поводу комментариев с вами поговорить, по поводу свадьбы. В общем, в комментариях много там всего писали. Ну, короче, тем, кому, допустим, понравилась свадьба. Кто-то писал вообще такую тупизну, что невеста там как на похоронах. Ну, здесь, видите, так принято. Это же Кавказ, что невеста, конечно, должна показать себя скромно. Это такие обычаи, причем такие хорошие обычаи, красивые обычаи. То есть здесь нету вот этих вот тупых, пошлых конкурсов на свадьбах, да? В которых вот сами видели даже сколько в Ютубе вот очень много пошлятины на таких свадьбах. Я не говорю, что у всех, но у многих. Поэтому, да, невеста ведет себя скромненько. Она зашла в дом, она себя должна, конечно же, показать с лучшей стороны, да, вот опущенные глаза. Там это все, это же, ну, это так положено, в общем. Я не знаю, может, кто-то и не поймет там. Потом многие писали, полюбили, она вышла замуж. Может быть, она насильно вышла замуж. Как насильно? Вы чего, вы о чем говорите? Мы в каком веке живем? Да, здесь живут мусульмане, но здесь такая, знаете, нерадикальная мусульманская республика, чтобы там сравнивать там с Сирией или с Афганистаном или с чем-то таким. Вы видели здесь женщины. Ну, здесь женщины ведут себя. Кто-то понимает, что какие-то забитые там или этот. Нет, нет, абсолютно этого нету. Все раскрепощенные. Ну, в общем, ну, такие обычаи, они очень красивые. И вот, живя здесь, только можно, допустим, их понять, эти обычаи. Так что здесь нету такого вот, я даже не знаю, как объяснить, потому что такое писали. Полюбили они вышли. Ну, конечно, по любви. А как? Что пришли, забрали, и она его первый раз увидела, и они поженились, что ли? Нет, конечно. Так что вы не думайте, что здесь какие-то такие прям вот сумасшедшие какие-то вот такие обычаи, строгие. Нет, абсолютно нормальные люди, адекватные, то есть без всяких вот этих вот рога абсолютно никто не включает. Я даже не знаю, как это объяснить, но, в общем, многие комментарии, конечно, меня удивили. Невеста говорит, как на похоронах, а как она должна была, вот, одна тоже там написала, а как она должна была напиться, танцевать и участвовать в этих тупых конкурсах, что ли? Нет, конечно. Здесь, видите, это все равно Кавказ, здесь все по-другому, конечно, другой менталитет, другое видение на жизнь, как-то вот так вот. Но я не считаю, что какой-то строго здесь ничего такого нет, просто вот, просто, просто обычаи, которые здесь соблюдаются испокон веков, которые передавались еще предками своим внукам, внуки передавались своим, допустим, детям, правнукам. И вот так вот и оно пошло. Здесь даже больше, знаете, я бы сказала, больше языческого, наверное, еще осталось, чем... Также здесь есть, кто и намаз делает, кто и не делает. Кто не делает, тоже приходят на эту свадьбу, это не обязательно, что ты должен сесть там и пить. Покушал, поздравил, уходишь. То есть нету здесь вот каких-то вот таких вот стычек между, между вот, кто держит намаз, кто не держит намаз. Это была свадьба, спиртное на столе было. Кто хочет, пьет, кто хочет, не пьет. Здесь на свадьбах, то есть это в порядке вещей. Конечно, на похоронах, там, на поменках никакого абсолютно не спиртного, ничего нету. Так что по этому поводу, ну, в общем, кто понимает, тот понимает. Кто не поймет, ты даже хоть что говори, хоть что говори, он все равно этот человек не поймет. Поэтому вот выскакивают такие комментарии непонятные, непонимающие. Потом по поводу жениха писали, что он старый. Во-первых, я его так и не показывала, чтобы это был свекор, если бы вы не поняли. Это был свекор, они жених, жених молодой парень, молодая девушка. Поженились, а ничего там такого, кто хотел что-то выискать, там ничего абсолютно такого нету. Так что вот такие вот дела, мои хорошие. Не думайте, что здесь все прям так радикально и все прям этот. Нет, абсолютно обычные, современные люди, такие же, как и все. Так же и женщины водят, и машины за рулем сидят, и занимают какие-то руководящие должности. То есть так же, как и в любом каком-то городе, просто они соблюдают, да, вот эти вот обычаи, которые передались им с покон веков. Вот, а так абсолютно нормальные люди, не абсолютно женщины, у них никакие там не забитые, ничего. Такие женщины еще, знаете, там семьи держат. Так что, так что вот такие вот дела. Ладно, прощаюсь на этом с вами. Все, до следующего видео. Всем-всем пока-пока. Всех вас целую. Люблю до луны и обратно. Забыла снять этот, я сегодня, когда ездила, я же говорила вам, ну, в общем, обзор покупок не стала делать. Небольшие такие были покупки из продуктов, кое-что купила. Кстати, купила себе липоевую кислоту, как вы мне и советовали. Вот, с сегодняшнего дня начала ее пить. Пропью месяц, посмотрим результат. Так что, вот такие вот дела. Все, всем спокойной ночи. Видите, у нас уже сереет, уже вот темно так, где небо видно, не видно, да. Все, всем пока-пока, пока-пока, спокойной ночи. Продолжение следует...